я вчера приехал про сутки не спал ты такой беллю тиф с надо тиф с меня попросил сделать надо сделать быстрее я помню что я слушал тиф с то когда вот начинал поэтому когда вот он сейчас написал что давай фит я такой чф с первое слово это наверно угар второе наверное это простота какая-то хоть и есть какие-то там замороченные панчи еще что-то но мне кажется что моя музыка какая-то простая относительно и третье это слово будто мне кажется просто что у меня самое популярное слово в моей музыке но их несколько это сравнительные обороты типа как будто сложно наверно третье слово это вот какой-то из будто словно такой звук сразу хорошие на студии настроился какой-то дома как будто теперь плохой особо тюды мазета как джангу меня зовут мая дна шанта в моменте я как-то не знаю увидел что хип-хоп быстро прогрессирующий жанр что ли появляться начало много жанров разных которые как бы хип-хоп но они смешаны с чем-то другим и соответственно меня это настолько затянуло в моменте там появился как раз лил пип который рок такой соединил с хип-хопом и как-то я такой о еще так можно вау вау и все и медленно чук-чук-чук переключился и сейчас уже ну рот практически не слушаю наверно слушаю только с точки зрения на как типа поностальгировать то есть я еду там играет fallout boys thanks for the memories я еду там кайф 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 я давно играю на гитаре и всегда думаю о том что я когда-нибудь выпущу релиз или хотя бы несколько треков которые будут прям рок такой скейтерский панк-рок типа вообще наверное не сказал бы что супер прям фанат был но любил группу сам 41 вот и наверно сам 41 я бы выбрал вот из русского хотел бы с какими-то очень большими ну так сказать дядями которые прям вот фундамент заложили какой-то как никакой наверное вот какие-нибудь баста там например вот а так вообще вот в приоритете конечно западные исполнители я очень много западному зону слушаю ну естественно это янг так мигас фьючер самые вот такие жесткие дяди вообще я думаю что это естественный процесс не только как бы в музыке происходит это такое как вечное противостояние каких-то старых устоев там старая школа у них были какие-то рамки всегда за которые нельзя было выходить в котором нужно было придерживаться традиции так сказать которые как раз являлись так сказать основой грубо говоря старой музыки сейчас все уже гораздо легче с этим мне много ребят пишут старых олдскульных легенд которых я сам слушал типа и они мне пишут его крутой музон типа приезжай как-нибудь там в гости познакомимся все дела первое то что я купил было мое оборудование на которое записываюсь ноутбук микрофон звуковая карта наушники я не должен зависеть от студии от еще чего-то музыка как бы это такой творческий процесс вдохновение она может прийти в любой момент раз что-то пришло в голову и я понимаю что блин студия там только через пару дней там решил эту проблему просто купил себе оборудование дома у меня на шкафу всегда была гитара вот эта старая задрипана из 90-х с треснутым декой такой типа которая такой звук еще давала как вот армейский старый звук знаете песни такие старые были там здравствуй мама вот опять пишу письмо и там такая гитара прям хрябающая вот она у меня была папа постоянно возле меня играл и мне кажется что это как бы мне и дало что я на всю жизнь буду с музыкой я грубо говоря родился всегда слышал эту музыку и мне кажется буду засыпать так сказать под музыку до талого тот это тюмень и сам я белом к солнце заходит доставляя за собой день на 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 сначала как и у многих это бывает не до конца понимали потому что я как бы и не заценивал то толком тому что у меня ну очень много такой провокационной музыки которые они могли бы воспринять как какую-то пропаганду и не знаю еще что то но я заценивал свою музыку в основном это конечно музыка без матов там без какой-то грязи но очень хорошо относятся как бы я помню был такой момент я играл на гитаре и мечет бабушка такая спрашивает типа чё кем будешь я пока играл на гитаре и что-то сказал строителям а сам продолжал вот играть на гитаре и вот только сейчас понял что типа меня всю жизнь это увлечение преследовала типа музыка а я долгое время от нее чутка как-то ворочался как будто но впоследствии я понял что я как будто создан для этого и поэтому с этим наверное и останусь до всегда я врезаюсь в эту жизнь как сина голодные у меня есть это джонни но нестина и всему вина этому то что я музыку влюблен сильно марну привет там ванек не приехал случайно еще я вот думал о том что прикольно будет наверно играть в игры и так очень фристайлить под нос себе говорить бубнеть угорать и это по-любому же контент как бы недавно узнал что нашу музыку слушают вот ребята из нами нави я вообще следил за ними еще когда в 1.6 играл мне нравились они очень сильные игры я как-то воспринимаю всегда как спорт такой все таки а я со спортом был связан вообще с самого детства поэтому это как альтернатива так сказать умственный спорт как шахматы какие-то я не знаю у меня есть связи ко мне пришли мтс у меня есть вес и я на битаха да почему бит то не загружается как будто это какие-то разные цели что ли наверное в любом случае лучше самому двигаться иногда ситуация так сказать вынуждает обратиться за помощью клей было вообще мне кажется что всегда хотел этого я когда слушал рок еще был малой я всегда представлял что я такой и стою у микрофона с гитаркой представлял себя rockstar типа секрет успеха заключается в том чтобы любить музыку того насколько ты искренне любишь и зависит все то что с тобой последующие приходящие так сказать происходит думаешь вверх это я не сталкивался наверное с каким-то прям супер предательством ну что мне придавали какие-то близкие люди там или еще что-то такая тема я пацаненок ровный меня убила жестко я как покойник окей мне нету сейчас покоя кто меня может ну вот наверное с последнего альбома была песня двойники мне кажется не больше чем полчаса я прям вот потратил очень быстро получилось столько можно хорошей музыки сделать если общаться дружить вместе записываться с разных жанров со всего это так круто и тратить свою энергию на бифы там просто потому что кто-то там что-то не нравится кто-то что-то сказал но я вообще никак не мне отношусь у меня нет мне кажется ни с кем бифов так как я люблю музыку а ее с такое огромное количество типа помимо хип-хопа мне кажется что мне это увлечение вообще хватит до конца жизни я представляю что через 40 лет я могу сидеть и писать какой-нибудь кантри музон и говорить вот и это еще там какие-то деды слушали наши типа там так что не знаю мне кажется что с музыкой буду связан до конца жизни